Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Получение кредита должно быть оправданным экономическим процессом, когда выгоды перевешивают издержки. Уроки финансовой грамотности. В Анапе прошло всероссийское совещание Центробанка. Готовность номер один или план «Вулкан». На курорте прошли тактико-специальные учения сотрудников УВД. Эксклюзивные подробности. Эвакуировали условного пострадавшего из числа нашего сотрудника. С боевой задачей справились. Чрезвычайным ситуациям надежный заслон. В школах и детских садах, городах и сельских округах продолжаются проверки пожарной безопасности. Трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для обслуживания инвалидов в отделениях почты и адаптации пассажирских перевозок под потребности маломобильной категории граждан. Эти вопросы звучали на очередном заседании Совета по делам инвалидов. Дискуссия получилась живой, в некоторых моментах очень острой. Но, как отметила исполняющая обязанности заместителя главы Анапы Екатерина Боровская, несмотря на объективные сложности, движение вперед есть. Руководитель Центра занятости Айрита Бахалова рассказала о содействии инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве. В числе принимаемых мер – выездные консультации и анкетирование. Адрес на их получили почти 2500 анапчан, имеющих инвалидность. Кроме того, что у нас на сегодня имеется 1800 вакансий в село в банке данных, 237 – это квартируемых рабочих мест для трудоустройства именно инвалидов. Список вакансий размещается на официальном сайте Центра занятости. Публиковать списки в газетах, а также группировать вакансии по группам инвалидности, пожелания общественников. Сейчас вот говорите, у вас есть рабочие места. Вот я не вижу там, да, вот для своих, например, массажистов или кого-то, у кого есть ИПРК. Если вы будете владеть ситуацией, эти места как-то градировать между видами инвалидности. Вот есть у меня и швей, она швея нужна, у меня швей есть. Ну вот не знаю, подойдет или нет, насколько там вся эта работа предназначена для именно человека с ослабленным зрением. Марина Буковец – руководитель регионального общественного объединения инвалидов «Ковчег». Благодарит муниципальное предприятие «Ремстрой» за постепенно меняющийся облик города. На тротуарах переделывают съезды, делают доступные пешеходные переходы. Доступными хочется видеть остановочные комплексы и пассажирский транспорт. 21 марта объявлен конкурс среди перевозчиков, где прописаны новые технические требования. Пока это коснется 14 городских маршрутов. Критерии у нас прописаны. Это наличие низкого пола, оборудованный звуковым и визуальным метаблом, наличие в этой критерии пощадок. Соответственно, те перевозчики, которые выйдут на данный конкурс, уже будут представлять какие-то наиболее лучшие условия для данной категории граждан. Неприспособленность почтовых отделений и качество обслуживания людей с особенностями здоровья – еще одна острая тема. Представитель федерального ведомства держит ответ. В настоящий момент у нас заканчиваются работы по обеспечению полной доступности в отделении связи, расположенной по адресу Краснодарской, 21. А именно, выполнена работа по устройству входной площадки с навесом, имеющего водосточную систему устройства, пандуса. Заменены двери входная и тамбурная, устройство тактильных элементов и электрического звонка. Для завершения работы необходимо выполнить устройство поручни и стола для обслуживания инвалидов. Востребованная инвалидами услуга – дистанционное обслуживание. Почта продолжает оказывать помощь в отправлении и получении посылок тем, кто не может самостоятельно прийти в отделение. Телефон для справок в Анапе, 502-70. Ипотечным заемщикам, которые оказались в трудном финансовом положении, станет легче договориться с банком о реструктуризации задолженности. Соответствующие документы сейчас разрабатывают регуляторы рынка. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей Центрального банка России Михаил Мамута. В Анапе прошло Всероссийское совещание, посвященное повышению финансовой грамотности населения. В Краснодарском крае такой программе уже 9 лет. В ближайшее время будет выпущен специальный учебник для детей. То, что мы проводим наше Всероссийское совещание по финансовой грамотности именно в Краснодарском крае, говорит не только о хорошей погоде здесь, но и о том, что уделяется большое внимание финграмотности. Само совещание закрытое проходило в ведомственном санатории Центрального банка. Михаил Мамута курирует защиту прав потребителей. Продавать полиса ОСАГО через интернет – одно из решений регулятора. Центробанки признают – услуга пока новая, есть определенные вопросы. Тем временем идет разработка стандарта ответственного ипотечного кредитования. Документ призван упростить реструктуризацию задолженности в случае, например, потери работы или болезни. На подходе закон, который обяжет информировать потребителей о том, что переносить накопительную часть из одного пенсионного фонда в другой, не потеряв при этом проценты, можно лишь один раз в пять лет. Само правило отменить нельзя, потому что вложения долгосрочные, и компании распоряжаются ими соответственно. Отдельная и актуальная тема – микрокредитование. Мы всем советуем брать кредиты, если человек четко понимает, зачем он их берет и как он их будет отдавать. Любые, не только микрозаймы. Получение кредита должно быть оправданным экономическим процессом, когда выгода перевешивается здесь. А уж финансировать, чего точно нельзя делать, это финансировать за счет коротких кредитов длинные покупки. То есть человеку захотелось съездить в отпуск, он взял заем до зарплаты, куда-то поехал, а потом пытается в течение полугода это отдавать. Так не бывает, это уже не работает, потому что он на то и заем до зарплаты, что он должен покрывать экстренные, неотложные нужды. По словам Михаила Мамуты, научить население правильно использовать финансовые инструменты – одна из главных задач. В Краснодарском крае данной темой занимаются уже 9 лет. Принят региональный закон. Более 300 экспертов проводят занятия в вузах, на предприятиях. В прошлом году они прочитали более 2000 лекций примерно для четверти трудоспособного населения. Детям в игровой форме преподают азы, а в ближайшее время для них издадут специальный учебник. Родители деньги зарабатывают, что они получают всего лишь два раза в месяц, что нужно правильно планировать собственные расходы, что не нужно делать импульсивные покупки. Ну и, естественно, те деньги, которые у ребенка есть, их тоже нужно либо уметь складывать, откладывать, собирать, в общем-то покупать именно то, что необходимо. На днях Центральный банк совместно с Агентством стратегических инициатив запускает тест по финансовой грамотности. Его может пройти любой желающий. Обещают, что найти страницу в интернете будет несложно. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Сотрудники МЧС и администрации Анапы по поручению губернатора Краснодарского края продолжают проверку пожарной безопасности в учреждениях города-курорта. На этой неделе учения проводятся в школах и детских садах. Сегодня проверку безопасности прошли в Суворово-Черкесской школе-интернате. О результатах проверки узнала наша съемочная группа. Пожар произошел ночью в одном из учебных классов. Медлить нельзя, огонь может быстро добраться до спален. До прибытия МЧС воспитатели эвакуировали детей в безопасное место. Такова легенда учений, которые прошли в интернате. Сегодня здесь учатся 57 человек. После эвакуации педагог поименно пересчитывает детей, сверяясь со списком. Чтобы вывести всех на улицу, понадобилось не более трех минут. Персонал со своей задачей справился. Детей эвакуировали. Пожарные подразделения прибыли к месту пожара, приступили к условному утешению пожара. Эвакуировали условного пострадавшего из числа нашего сотрудника. С боевой задачей справились. Спасатели провели осмотр помещений. В каждой школе должна быть тревожная кнопка, огнетушители и аптечки. Запасные выходы нельзя блокировать, а на посту всегда обязан находиться дежурный. Проверка прошла практически без замечаний. Выявлено лишь одно нарушение, которое можно устранить за один день. Нарушение – это отсутствие доводчика на двери, которая отсекает лестничную клетку от коридора. Для чего она нужна вообще? Чтобы дым с первого этажа не проник в коридор второго. Учения по пожарной безопасности проводятся в школе-интернате каждый квартал. Поэтому дети и персонал точно знают, как вести себя в чрезвычайной ситуации. Все замечания и рекомендации были учтены и устранены в ближайшие сроки. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Подъем всего гарнизона анапской полиции по тревоге. В городе введен план «Вулкан». Перекрыта улица Северная. На перекрестках усилены наряды в полной экипировке. Вчера в Анапе прошли тактика специального учения. В них было задействовано более 300 сотрудников. Обучение анапских полицейских проходило под контролем бойцов спецподразделений Росгвардии. В отработке действий по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан приняли участие также спасатели и медики. Представителями Главного управления МВД России по Краснодарскому краю была дана высокая оценка действиям анапских полицейских. Воспитанники детского сада «Виктория» приняли участие в акции «Берегись под колеса, не попадись», организованной сотрудниками ГИБДД. В игровой форме детям рассказали об основах правил дорожного движения для пешеходов, а также опасностях, таящихся на проезжей части. Каждому был выдан специальный светоотражающий значок «Фликер», который поможет им безопасно перейти дорогу. На дороге не зевать, не шарить никак. Как правильно переходить дорогу и почему нельзя гулять в городе без сопровождения родителей, знают воспитанники детского сада «Виктория». Более 30 детей из двух групп блеснули своими знаниями дорожного движения, правильно ответив на все вопросы. По словам педагогов, мероприятия и дополнительные часы, посвященные правилам дорожного движения, проводятся ежегодно. Ребята без запинки рассказывают о значении дорожных знаков и о том, как вести себя на проезжей части. Мы рады, что позвали сотрудника, и он в доступной форме рассказал детям, может быть, еще какие-то новые знания дал. Поэтому дети внимательно слушали и отвечали на вопросы. Я надеюсь, что правильно. Акция «Берегись под колеса, не попадись» направлена на профилактику детского травматизма на дорогах. Особенно опасна проезжая часть с наступлением темноты. Не каждый водитель может вовремя заметить ребенка и сбавить скорость. Для этого ребятам вручили специальные светоотражающие значки. Чтобы, когда была темнота, мы должны их прикрепить на одежду, чтобы машину увидели. Когда мы переходим пешеходный переход, чтобы они посветились и они остановились в машине. Имеют место быть случаи ДТП, когда ребенок попадает под колеса автомобиля по своей вине в ночное время суток. Световозвращатели, которые вручали сейчас детям, они наиболее актуальны в ночные и утренние часы, так как помогают сохранить риск совершения дорожно-транспортных происшествий. Как показывает статистика, большинство аварий с участием детей произошли по вине самих пешеходов. Как считают правоохранители, несчастные случаи нужно предотвращать заранее. Сейчас в городе-курорте проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети!», в рамках которого сотрудники ГИБДД посещают детские сады и школы, чтобы напомнить ребятам о важности соблюдения правил дорожного движения. Никита Бойко, Ксения Сипко, Руслан Душевский, Анапа-регион. Светлый праздник Пасхи мы будем отмечать уже в это воскресенье, за семь дней перед этим большим церковным событием Страстная неделя. Это особый период. За это короткое время Иисус Христос познал цену человеческой любви и предательству жизни и смерти. В начале недели Он въехал в Иерусалим, в середине был схвачен и предан страданиям, в конце распят. По преданию, завтра в Великий Четверг состоялась тайная вечеря, после которой Иисус был предан и передан в руки римских солдат. Начинается воспоминание с Великого Четверга, когда Господь, совершая Пасху со своими учениками, установил важнейшее для всех православных христиан и для Православной Церкви Таинства Святого Причастия. Поэтому в четверг, накануне Пасхи, в день воспоминания Тайной Вечери, все православные христиане стремятся подойти к Таинству Святого Причастия, поучаствовать в этом воспоминании. Вечером в четверг во всех православных храмах будет совершаться богослужение, которое называется Воспоминание Страстей Господних. В этой неделе соблюдается особо строгий пост. Свой рацион рекомендуется ограничить водой и хлебом. Однако, по словам священнослужителей, самое главное не в этом. Если говорить о том, что запрещается, совершенно четко и однозначно запрещается забывать о Христе. Он в центре нашего внимания, Он за нас умер, Он лежит во гробе, Он для нас воскреснет. И именно в этом суть праздника, а не в каких-то вкусностях. В эти минуты в городском театре проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры. В рамках праздника пройдет концерт государственного ансамбля джаз-бэнд имени Гораняна. Напомним, что накануне в рамках профессионального праздника администрация края наградила лучших работников отрасли. В этом году начальник управления культуры администрации Анапы Марина Мельникова одержала победу в краевом конкурсе профессионального мастерства работников культуры, искусства и кинематографии «Жизнь моя культура» в номинации «Лучший руководитель управления культуры муниципального образования». Телерадиокомпания «Анапа-регион» искренне поздравляет Марину Борисовну и желает дальнейшей успешной работы во благо города-курорта и Кубани. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. КОНЕЦ